Проповедники Ветхого Завета Проповедники Ветхого Завета Проповедники Ветхого Завета Это как вводный стих к тому, о чём мы сегодня будем говорить. Это опять вот слова Моисея. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших даёт вам. Ну, вернусь вот к вопросу о том, насколько хорошим проповедником был Моисей. Ну, не в первую очередь, конечно, но вот в важной мере проповедь определяет речь проповедника. А вы знаете, вот из того, что из себя представляет проповедь, вот каждый проповедник должен знать, что вот проповедь делает проповедью, вот именно становится проповедь во время произносения проповеди. То есть самое важное, что может сделать проповедь, происходит тогда, когда проповедник проповедует. Но нисколько я не хочу отговорить вас записывать что-то из проповеди, но, братья и сестры, и проповедники, и слушатели это должны знать. Самое важное, что может произойти, братья и сестры, оно происходит во время проповеди. Вот настолько высок идеал проповеди, вот настолько высок смысл и служение проповеди. Но, друзья, почему я это говорю? Вот у Моисея была большая-большая цель. То есть почему он проповедует целую книгу Второзакония? У него большая цель, вот, он проповедует, чтобы вернуть народу преданность Богу от всего сердца. Вот что он хочет достичь. И, знаете, это очень живая проповедь. Вот посмотрите, вот некоторые приемы, речевые приемы, которыми пользуется этот престарелый проповедник. Вот приемы, которые через назидание, вот они вдохновляют слушателя. Вот, к примеру, друзья, вы знаете, вот эта вот четвертая глава, она часто характеризуется вот чередованием. То есть Моисей чередует формы второго лица, единственного множественного числа. Вот посмотрите, мы с вами прочитали первый стих. Он говорит, «Итак, Израиль, слушай!» Он обращается к Израилю в общем, единственное число. Но потом, посмотрите, постановления и законы, которые я научаю вас, научаю теперь уже вас, множественное число, исполнять, чтобы вы были живы, множественное число. Но вот если бы я был в числе слушателей, я бы обратил на это внимание. Я думаю, вы бы это, может быть, даже подсознательно поняли, что, в принципе, да, Моисей обращается к общине. Он говорит к целой группе людей. Но я, как слушатель, начал понимать, Господи, а ведь благополучие жизни этой общины зависит от того, что вера должна применяться индивидуально. Этика должна применяться индивидуально. То есть Моисей говорит к Израилю, но вот я начал бы понимать, это очень интересный прием проповедника. Знаете, меня бы вдохновило это, друзья. То есть Моисей был очень-очень талантливым проповедником. То есть мы слышим призыв к общине, вот, а отреагировать, вот, отреагирует каждый человек в отдельности. Но в то же самое время, вы знаете, Моисей неоднократно вспоминает события прошлого. И вот опять вот для пожилого человека, вы знаете, вот вспоминать события прошлого, да, вот у него вот опять в этом какая-то цель, в этом определенный смысл. Он продолжает свой взгляд назад, но на самом деле, друзья, он готовит к будущему. Вот продолжает взгляд назад, но смотрит в будущем. Вот дело в чем, друзья. И он это хорошо понимал, да, вот Бог дает Израилю землю. Он говорит о том, что вот земля, которую Господь, Бог твой дает тебе. Вот однако, вот фактическое владение землею и благополучие убитого на земле, они зависят от того, насколько народ будет следовать Божьей воле. То есть он вспоминает прошлое, но людей он готовит к будущему. Друзья, первый стих, который мы с вами прочитали, начинается со слова «и так». Вот когда мы с вами читаем Библию, для нас это всегда сигнал. Для нас это всегда вот такая вот красный флаг, да, друзья. Хотя это не законченная мысль. Вот сигнал к тому, что полная законченная мысль начинается не здесь, а начинается раньше. И вот поэтому позвольте мне прочитать вот законченную мысль Моисея. И мы с вами начнем наше чтение с последнего стиха третьей главы и прочитаем первые восемь стихов четвертой главы. Послушайте, пожалуйста. «И остановились мы на долине напротив Беффигора. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. Не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедовал. Заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал Фигору, истребил Господь Бог твой среды тебя. А вы, приепившиеся к Господу Богу вашему, живы до ныне. Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша, разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, и как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Но, друзья, заметьте, просто для себя последний стих третьей главы. Вот в Беффигоре, где Моисей говорит, мы остановились, вспоминать события прошлого, да, вот произошло вот что-то такое, что и рождает последующий призыв. Вот призыв Моисея. Итак, Израиль, слушай, слушай постановления и законы. То есть Моисей начинает, вот хотя бы в этом месте, с призыва к вниманию народа. Призыв слушать постановления и законы. Друзья, вот это вот пара слов, постановления и законы. Аудитория Моисея услышит не один только раз. Вот больше того, вот даже слово постановление, вы знаете, оно имеет такое очень интересное буквальное значение. Постановление и законы. То есть законы вот не просто в то время записывались, вот говоря нашим языком, чернилами на бумаге, а законы в то время записывались острым предметом, либо на глине, либо на каком-то другом материале, где можно было что-то оставить. То есть записано острым предметом. Обычно, друзья, вот это произносил какой-то начальник, какой-то человек высокопоставленный. Вот в нашем контексте, друзья, вот это вот пара слов, постановления и законы, означают божественное решение. Божественное решение, которое относится к пути праведности и веры. То есть Бог что-то сказал о том, какая должна быть праведность и какая должна быть вера. И это похоже на записанное вот что-то острым предметом на глине. Во второзаконе вот это пара слов, постановления и законы, является сокращением. А сокращением всего, что народ получил от Бога. Вот начиная от Харива или как Синая, друзья, включая путь из Египта до Кадесварни. То есть постановление закона, ну я вот буду пользоваться словом Библии. Хорошо? То есть я буду пользоваться словом Библии. А Моисей был тем, кто передавал и больше того толковал, вот это объяснял божественное откровение. А смотрите, вот Моисей объявляет о своих таких педагогических целях. Вот в следующем стихе «Я научаю вас». То есть это проповедник, друзья. Вот есть Божье откровение, которое получил народ, а проповедник толкует, объясняет это откровение. И это была роль Моисея. Объяснить, что значит послушание Бога. «Я научаю вас исполнять, чтобы вы были живы, пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов дает вам». А вы знаете, вот его непосредственная цель – вдохновить. То есть он хочет вдохновить Израиль, быть послушным Богу, следовать, исполнять постановления и законы. И вот, друзья, вы заметите, он предлагает не просто теоретические рассуждения, а практическое наставление для жизни, которое возможно как-то показать в действии. Из первых восьми стихов, друзья, которые мы с вами прочитали, можно сделать первый вывод. Вот послушание Библии имеет решающее значение. То есть послушание Библии, вот если это были израильтяне, которым проповедовал Моисей, то послушание постановлением и законом имеет решающее значение. То есть Моисей объясняет, почему послушание Библии имеет решающее значение. Они сами по себе уже, друзья, они нормативны, но послушание Библии, друзья, вот для людей, которые слушали Моисея, это был ключ жизни. А вот для людей, которые непосредственно слушали проповедь Моисея, друзья, это было в самом буквальном смысле вопросом жизни и смерти. Людей, которые слушали Моисея, послушание Библии в буквальном смысле было вопросом жизни и смерти. Я просил вас заметить для себя последний стих 3 главы. Остановились мы на долине напротив Беффигора, а затем вот это вот название Фигор, оно в другой вариации, повторяется еще несколько раз в 4 главе. Ну, Фигор – это местность, это горная местность в пределах страны Моав. Там жили моавитяне. И в этой же местности было божество, особенное, почитаемое людьми. Ваал. А это божество, местное божество приобретает этот местный оттенок, и поэтому называется Ваал Фигор. То есть Фигор – это местность, где жили моавитяне. И вот божество, местное божество – это Ваал Фигор. Но, друзья, в истории путешествия израильтян из Египта был случай, когда именно в этой местности, вот где-то в этой местности, где находятся сейчас израильтяне, искупленный народ начал поклоняться языческому Богу. Жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы, кланялся им, и прилепился Израиль к Ваал Фигор. Итак, в памяти Моисея остался пример прошлых событий. И он напоминает это слушателям. А вот 3-4 стих, 4 главы книги Второзакония. «Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал Фигору, истребил Господь». То есть для людей, которые слушали Моисея, это был вопрос жизни и смерти. Дело в том, что были те, кто последовал языческому поклонению, и их Бог уничтожил. Понимаете, друзья, для людей, которые слушали Моисея, послушание Библии, оно было вопросом жизни и смерти в буквальном смысле. То есть у них были примеры людей, которые не послушали Библию, не послушали постановления, друзья, и они погибли. То есть, друзья, послушание Библии имеет первостепенное значение, имело первостепенное значение для людей, которым проповедовал Моисей. Посмотрите 4 стих. А вы, прилепившиеся к Господу, живы до ныне. То есть те люди, которые слушали, они понимали эту благодать. Господи, мы живы. А почему мы живы? Потому что мы послушались Господа. Интересное, интересное слово, друзья, прилепившиеся к Господу. Ну вот в русском языке, а вы знаете, как-то немножко странновато слушать, да, друзья? Однако вот на языке еврейском, вот язык оригинала, друзья, это очень-очень сильное слово. То есть, ну вот сильнее невозможно выразить вот близкую связь, быть вместе. То есть, если бы вы в Ветхом Завете вот хотели сказать быть вместе, друзья, вы бы сказали прилепитесь, да, вот оставит человек отца и мать. И что он сделает к жене своей? Он прилепится. То есть это очень-очень сильное слово. Можно было, к примеру, прилепиться к Валфи-гору, так сделали некоторые израильтян. Но вот это были люди, слушавшие Моисея, они прилепились к Господу. То есть очень образный язык. Итак, сами слушатели Моисея являются живым свидетельством важности послушания Божественной воли. Ну посмотрите, друзья, пятый стих теперь. «Вот я научил вас постановлением и законам». Вот не всегда вот текст может передать эмоции человек, который проповедовал, да, вот. И вот так легко пропустить это вводное слово. «Вот» очень легко его пропустить. Вот по-английски посмотрите немножко, вы ярче увидите, да, друзья? То есть вот здесь как будто бы Моисей останавливается, да, вот здесь у него чувство, эмоции, да. Он как бы останавливается, может быть, он громче говорит это слово, то есть он призывает аудиторию услышать. И он говорит «Вот», то есть или «Смотрите». Очень выразительно. Вот попробуйте прочитать «Смотрите». «Я научил вас постановлением и законам». То есть почему здесь нужны такие эмоции? Почему нужно выразить «Вот, смотри». Друзья, почему так Моисей проповедует? Дело в том, что после того, как израильтяне перейдут Иордан, вопрос верности Богу скорее усилится, чем уменьшится. Он это понимал. Он это понимал, что вот перейти Иордан не значит, что все кончится, а наоборот, друзья, только начнется. Вот перейдите Иордан, и он предупреждает, что вопрос верности Богу, он не уменьшится, он усилится. То есть вспоминает о вал фигуре, он показывает народу, что не столько оглядывается назад, сколько смотрит вперед на то, как народ будет осваивать эту землю. То есть как вот в Кадес-Варни за 38 лет до этого, совсем недавно вал фигуре, то есть верность народа будет проверяться каждый день, даже тогда, когда они войдут в обитованную землю. Итак, послушание Библии имеет решающее значение. Следующая мысль Моисея – послушание Библии, друзья, это высшее привилегие, которое только можно себе представить. Итак, храните, исполняйте, ибо это мудрость ваша, разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный. Ну, друзья, вот храните, да исполняйте постановления, то есть это предсказуемо. То есть если Моисей говорит, что буду учить вас постановлениям и законам, то, конечно, их нужно хранить и исполнять. Однако, вот последующее заявление Моисея подчеркивает, что вот, друзья, соблюдение закона – это не бремя, которое Бог возложил на народ, а особое привилегие. Ну, вот хорошо, вот опять вот немножко мы с вами, может быть, уходим в крайность, да, друзья? Вот когда думаем, что вот в Ветхом Завете люди были очень бедны, они были очень скудны, им так тяжело жилось под гнетом Божьего закона. Друзья, нет. Я думаю, сегодня вы увидите, подчеркну некоторые библейские тексты, это были люди, которые любили Божий закон. Им нравилось слушать проповеди, друзья, они любили наставление Господне. И вот, посмотрите, Моисей проповедует и говорит, что если у нашего народа и есть какая-то привилегия… Вот привилегия иметь Библию, друзья. Привилегия иметь откровение, особое откровение Бога, то есть это не бремя, которое Бог вложит на народ, но особая привилегия, друзья. Больше того, Моисей говорит, народы будут завидовать вам. Народы будут завидовать вам, потому что у вас есть Библия, потому что вы знаете Библию. То есть Моисей подчеркивает свою мысль, представляя других людей, которые посмотрят на этот народ и будут как-то наблюдать за Израилем, они будут узнавать о постановлениях, о которых регулирует жизнь этого народа и скажут, что только этот народ, великий народ, то есть Израиль действительно велик. Но что делает Израиль великим, мудрым, понимающим в глазах других народов? То есть Моисей напоминает, что величие народа проистекает не из каких-то его собственных качеств, оно проистекает от Бога. И вот дважды задается вот этот вопрос, друзья, есть ли какой великий народ? И предполагаемый ответ, такого народа нет, а и нет по двум причинам. Друзья, израильтяне находятся в уникальном положении, потому что Бог близок к нам. Так говорит Моисей. Бог близок к нам и отвечает на нашу молитву. Вот когда другие народы молятся Богам, боги остаются отстраненными и молчаливыми. Может быть, вот мастера, которые делают идолов, они создадут какие-то большие уши этому божеству, но они не слышат. И вот как ни странно, друзья, Бог Израиля не был представлен в идолах, но он слышал. То есть не было физического изображения Бога, но он слышал. Израильтяне находятся в уникальном положении, потому что они знают, чего ожидает от них Бог. И то, что он ожидает, абсолютно справедливо и абсолютно правильно. Давайте посмотрим восьмой стих. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые? Если вы читаете по-английски, друзья, я думаю, здесь написано праведные. То, что Бог ожидает от нас, Моисей говорит, справедливо. Это праведно. То есть гордитесь этим. То, что Бог ожидает от нас правильно и справедливо. То есть для Моисея праведность – это не что-то абстрактное, друзья, а следование объективной норме, которая проявляется в каких-то наших с вами поступках. Вот Моисей, вот дальше он повторит вот этот девиз всей Библии – праведности, праведности ищи. То есть почему мы ищем праведности, друзья? Потому что постановления Господни, они праведны, потому что исходят от Бога, который абсолютно праведен и справедлив. И, друзья, и следование за Богом, оно обязательно приводит к праведным результатам. А ссылка Моисея на этих иностранных наблюдателей напоминает, друзья, что все-таки мы должны как-то оценить, попробовать оценить. Вот Израиль, вот именно прежде всего в контексте того мира, в котором он был дан. Бог, который спас Израиль из Египта, он мог бы оставить его, свой народ, самостоятельно разбираться в том, как отреагировать на искупление. То есть Бог мог бы сказать, вот я искупил вас, а теперь, пожалуйста, попробуйте сами отреагировать. А вот такова участь всех, кто не имеет доступа к разуму и воле Бога. Вот израильтяне знали волю своего Бога, друзья. Вот путь других народов к своим Богам, он всегда был экспериментальный. Лучшее, что язычники могли сделать, это предположить, что же нравится их Богам. Но даже тогда, друзья, они никогда не могли узнать, была ли их оценка правильной, соответствуют ли их выводы стандарту праведности и заслуживает ли их следование благосклонности этих богов, о которых они думают и говорят, друзья. Вы знаете, вот человек-язычник, если он был язычник в то время, он, в принципе, был уверен в трех вещах. Язычники были уверены в том, что боги гневаются на него. Язычники были уверены, что мой грех вызвал этот гнев. Язычники были уверены, что он что-то должен сделать с этим грехом, чтобы утихамилить гнев богов. Но вот невежество человека, а также трояка. То есть человек не знал, какой бог разгневан. Знал, что бог гневается, но не знал, какой бог разгневан. Он не знает, какое преступление вызвало божественный гнев. Знает, что какое-то преступление вызвало божественный гнев, но не знает именно какое. Друзья, и он не знает, что нужно, чтобы сделать, утихомирить Бога. Друзья, попробуйте представить, вот в этот вот темный мир приходит Библия Моисея. Приходит Библия Моисея славы и благодати. Бог Израиля открыл себя. Бог Израиля объявил границы приемлемого и неприемлемого. То есть Бог становится известным. И говоря языком апостола Павла, то есть Израиль должен был стать Божьим посланием миру, написанным не чернилами, а Духом Бога Живого, не на каменных скрижалях, а на скрижалях человеческих сердец. Друзья, итак, познание воли Бога, знание Его воли – это высшая привилегия Израиля. А что подчеркивает для нас часто забываемые, друзья, реальности для христиан. Наряду с самым опытом спасения, вот присутствие Бога, знание Его воли является высшим привилегием Его народа. Друзья, посмотрите в мир, в котором мы с вами живем. Люди не могут разобраться во многих-многих вопросах. А мы с вами сегодня знаем Божью волю, потому что у нас есть Библия. То есть Бог открыл Себя нам, и это большая-большая привилегия. Посмотрите, пожалуйста, вот эту же книгу «Второзаконие», вот 30-ю главу, несколько стихов прочитаем, еще раз обратимся к этому тексту. Вот воля Божья, Моисей говорит, она очень рядом. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить. Кто взошел бы для нас на небо и принес бы нам, чтобы мы услышать ее и могли бы исполнить ее? Не за морем она, чтобы можно было говорить. Кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам? Дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. но весьма близко к тебе слово это, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнить его. Друзья, в то же самое время, вот повествование напоминает нам о значении Божьей открытой воли в жизни верующего человека. Священное Писание, оно было для нас дано не для того, чтобы выставлять в красиво, быть выставленным в красиво формы семейных Библии, или, может быть, на журнальном столике, или быть предметом вероучения. Библии, высокий взгляд на Божью открытую волю, друзья, он всегда проявляется в жизни верующего человека. Как высоко мы ценим Библию, друзья, проявляется в жизни верующего человека? Не в том, что Библия написана у меня на футболке, на кофте, еще на что-то, на машине, а в том, как я живу, и живу ли я по этой Библии. И поэтому, друзья, вот миссионерская цель Божьего народа, она достигается не с помощью точных богословских каких-то формул, друзья, а через животворящую и преобразующую силу Божественного Слова. Ну вот немножко, друзья, хотел бы оставить мысли, чтобы соединить контексты или показать современное значение, хотя бы вот этого отрывка. То есть Моисей говорит о том, что иметь откровение Бога, иметь Слово Бога, иметь Библию, постановление и законы – это огромное привилегие. И поэтому вот его призыв – слушать. То есть Израиль – слушай. У нас есть вот эти великие привилегии. Есть откровение Бога. То есть его призыв – слушай. То есть какие может быть значения для нас с вами? Ну и начну с этого вопроса, друзья, вот что такое поклонение Богу? Вот на сегодня современным языком для христиан сложный очень вопрос. Об этом очень много спорят. Но вот небольшое определение, которое как-то хотя бы дает направление этому, друзья, поклонение. Когда мы говорим о поклонении Богу, о том, что значит поклоняться Богу, как поклоняться Богу, друзья, поклонение – это всегда реакция человека. Поклонение Богу – это реакция, это ответ на то, как Бог открывает себя. Ну, в принципе, просто, но сложно, да, друзья? То есть вот когда Бог открывает себя, поклонение – это то, как мы реагируем. То есть вот Бог открыл себя, да, вот, и поклонение – это то, как я реагирую, то, как я отвечаю. Почтение Бога, послушание Богу, друзья, согласие с волей Бога – Это ответ на его милостивое откровение о себе. И вот, как правило, друзья, я тоже думаю, это очень важно помнить, знание о Боге или то, как Бог открывает себя, а знание о воле Бога, оно нами с вами приобретается через письменные записи, через Библию. Знание о Боге приобретается через Библию. То есть наше поклонение Богу, ответ Богу, он всегда связан с Библией. То есть Бог открывает себя в Библии, и мы с вами как-то реагируем с вами на это. Хорошо? А Библия состоит из книг, которые написали люди, вдохновленные к этому Богу. И поэтому, друзья, слушая Священное Писание, мы слышим авторитетный голос Бога, который раскрывает нам разум Бога. Итак, если поклонение – это действительно ответ на Божье откровение, то наше знакомство с Богом становится наивысшим авторитетом. Знакомство с Богом через Священное Писание. Знаете, вот после реформации XVI века в протестантских церквах появилась традиция устанавливать кафедру для проповеди. Как у нас там, я знаете, вот в то время, особенно в XVI, может быть, немножко позже, была даже такая вот как архитектурный прием. То есть если вы ходили в протестантскую церковь, в отличие от католической церкви, то в протестантской церкви была кафедра, и очень часто она была огромная. Она всегда была выше людей, да, и кафедра была огромная. Знаете, для чего? Чтобы проповедник казался маленьким. То есть огромная кафедра, чтобы проповедник казался маленьким. То есть вот так вот наши братья и сестры в то время хотели подчеркнуть, насколько у нас важно Божье Слово. У нас проповедник настолько важен, сколько важна вот кафедра, с которой возвещается и объясняется Священное Писание. Друзья, ну вот из Ветхого Завета немножко о чтении Библии. Я думаю, найдете это очень интересным и очень-очень назидательным. Хорошо? То есть вот если сегодня мы часто призываем друг друга читать Библию, изучать Библию, да, друзья, у нас есть Библия, друзья, как было во время Ветхого Завета? Ведь у них не было Библии. Вот особенно там жизнь в пустыне, может быть. Немножко-немножко расскажу вам об этом, друзья. Я думаю, найдете вы это очень-очень назидательным. Хорошо? Вспомните, пожалуйста, вот книгу Псалмов. Я думаю, вы согласитесь со мной, друзья, если мы с вами читаем Библию, вот всегда с удовольствием читаем Псалм. Вот если бы я предложил вам, братья и сестры, на этой неделе прочитайте книгу Второзакония или книгу Псалма, ну, конечно, вы бы прочитали книгу Псалма, да, потому что, друзья, вот так много оно близко к нам, да, друзья, вот столько много эмоций, все эмоции, которые только есть у нас, друзья, можно найти в книге Псалмов. То есть мы очень любим эту книгу, не без основания, друзья. Почему? Посмотрите первые два стиха этой книги. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не ходит в собрание разратителей, в законе Господа воля его, о законе его размышляют в день и ночь». То есть сама книга Псалмов призывает нас с вами с самого начала, да, друзья, вот размышлять о законе Господа. Из книги Псалмов есть два особенных отрывка, самых особенных отрывка, которые что-то говорят о самой Библии. И знаете, что они говорят, друзья? Они говорят о том, что читать Библию или размышлять над Библией, друзья, это праздник. Хорошо? Вот представьте себе, вот что мы с вами думаем о людях Ветхого Завета, и что они говорят Библия. Вот 18-й Псалом. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых, повеление Господа праведно веселят сердце, друзья. Мне радостно читать Библию, заповедь Господа чист светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истинно все праведны, вожделение золота, то есть дайте мне золото или дайте мне Библию, я с радостью буду читать, с большей радостью буду читать Библию, чем вы дадите мне золото». Друзья, это люди Ветхого Завета. Это люди, у которых в руках было вот эти постановления и законы, о которых говорит Моисей. Вот, ну, конечно, можно заметить, что это личная жизнь человека. Вот личная жизнь человека, вот, наслаждаться Божьим законом, размышлять вот о Божьем законе. То есть время частного чтения в Библии, в отличие от общественного богослужения. Но вот опять вот обращу ваше внимание, что не все люди имели Библию. И если вот контекст времени, когда были написаны псалмы, учитывать контекст времени, то на эту книгу необходимо посмотреть определенным образом. Вот, к примеру, друзья, на первый псалом он обращен, кажется, вот на первый взгляд он обращен ко всем, да? Однако вот при строгом толковании, то есть если строго толковать первый псалом, друзья, вы поймете, что благословенный человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит вместе с развратными, это не любой человек, не любой из нас или не любой израильского народа, друзья, а это высокопоставленный чиновник. Или, скорее всего, первый псалом говорит о принце, человек, который займет скоро трон, царь в будущем. И в какой-то мере, друзья, вот вся книга псалмов – это какой-то царский документ. И вот при строгом толковании первый псалом ориентирует именно царя на то, чтобы читать Библию, ориентирует царя на то, как читать Библию. Но, между прочим, друзья, это очень-очень перекликается с проповедью Моисея в книге «Второзаконие». Я думаю, тоже когда-то будем об этом с вами говорить, где Моисей подчеркивает, чем должен заниматься израильский царь. И он говорит, что царь не должен быть занят только обычными царскими заботами, военное руководство, отправление правосудия, строительство храма. Царь должен был заниматься Библией. То есть израильский царь в первую очередь должен был заниматься Библией. То есть именно Библия питает душу царя, предлагает руководство для жизни и обеспечивает успех его правления. По крайней мере, друзья, для царя истинное подлинное поклонение проистекает из ежедневного, постоянного восторга от слушания голоса Бога. Но почему царь, друзья, и какая связь с израильским народом? Ну, друзья, а царь, он должен был быть примером праведности. То есть царь – это пример праведности для израильского народа. И хотя бы, вот если бы мы с вами жили в израильском народе, мы бы всегда понимали, что у нас праведный царь. Что наш царь постоянно читает Библию. Он любит читать Библию, и мы это видим в жизни этого человека. Хорошо. Читая книги Псалмов, друзья, мы замечаем поразительное отношение людей Ветхого Завета к Библии. Ну, вот, к примеру, если читать Ветхий Завет, очень тяжело найти человека, который бы скажет, «Боже, я тебя люблю». Однако, друзья, вспомните, они не перестают повторять о любви к Библии. То есть тяжело найти человека, который говорит, «Я люблю тебя, Боже». Вот как сегодня мы часто говорим. Однако, друзья, эти люди Ветхого Завета не перестают повторять, что они любят закон Божий. Вспомните нашего Господа, друзья. Это человек, который хорошо знал Библию и хорошо любил эту Библию. Вспомните апостола Павла, читая его послание, сколько раз он ссылается на Ветхий Завет. Как хорошо Павел знал Ветхий Завет. Как Павел любил Ветхий Завет. То есть мы сами видим людей, которые любят и Библию. Хорошо, это на личном уровне, друзья, скорее всего, было очень мало. Однако, хотя бы пример был царя. Но Библия читалась на богослужениях. Библия читалась на богослужениях. Друзья, и она читалась вслух. Между прочим, говорят, очень интересная практика. Попробуйте, друзья, прочитать Библию для себя вслух. Почитать Библию для себя вслух. Почему? То есть с педагогической точки зрения, чем больше органов, чувств мы задействуем в процессе обучения, тем лучше усвоение материала. То есть если вы добавите речь, то лучше усвоите Библию. Хорошо? А вот это еврейское слово «размышлять» над Библией, оно буквально означает «говорить, чтобы кто-то услышал». То есть говорить вслух. То есть говорить вслух. И поскольку большая часть Священного Писания, друзья, она представлена в виде речи, очень полезно слышать эти изречения, как реальные голоса. То есть очень полезно читать Библию вслух. Ну, попробуйте, друзья. Я, в общем, немножко скажу, друзья, что ответственность за то, чтобы читать Библию для народа, она была возложена на священников. Этим должны были заниматься левиты и священники. Немножко напомню, друзья, вот книгу «Исход». Вы знаете, когда израильский народ подошел к горе Синай, у них началось богослужение, которое вот по книге «Исход» продолжается на протяжении пяти глав. И вот когда они подошли к горе Синай, друзья, у них не было Библии. И вот обращение Бога началось вот с устного обращения. То есть Бог устно обратился к народу. Однако, когда заканчивается это богослужение, давайте посмотрим, я думаю, тоже будет полезно очень знать, по крайней мере, вот к концу этого богослужения в книге «Исход» у Израиля было два священных документа. Один назывался «Слова Господни», записанные слова Господни, а другой назывался «Книга Завета», записанная «Книга Завета». То есть, друзья, уже сразу после богослужения на горе Синай, после богослужения на горе Синай, у израильского народа, по крайней мере, было два священных документа. Ну, это 24 глава 3-4 стих, 7-8 стихи, если записываете, можете посмотреть. То есть, было, по крайней мере, два священных документа. Хорошо? То есть, эти документы Моисей переписал, прочитал перед народом в книге «Второзаконие», то есть, именно эти документы читает этим людям, на что люди соглашаются и говорят, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Вы знаете, в книге «Второзаконие», после того, как израильтяне перейдут в Иордан, Моисей предписывает очень любопытный ритуал, связанный с Библией. который должен был быть совершен, как только израильтяне перейдут в Иордан. Это должны были сделать левиты. Как только перейдут в Иордан, Моисей предписал, они должны были поставить столбы, и на этих столбах они должны были написать 10 заповедей. То есть, друзья, я это к чему говорю? То вот ответственность за то, чтобы читать Библию для людей, вот в то время, время, когда не было у людей Библии, может, не все читали, это была ответственность священников. Это левиты и священники занимались этим. Дальше мы с вами знаем, друзья, что хотя бы раз в год, во время праздника Кущей, Библия читалась для всего народа. То есть, люди приходили в храм на богослужение, и частью богослужения было чтение Библии для людей. То есть, если бы мы с вами были израильтяне, мы были бы знакомы с Библией через посещение богослужения. То есть, мы бы знали Библию, потому что Библия читалась для нас с вами на богослужение. Хорошо? Очень важно, вот Моисей передает, насколько важен этот ритуал чтения Библии во время праздника. Я прочитаю этот стих, хорошо? Второзаконие, 31 глава, 10 стиха. «И завещал им Моисей левиты по прошествии семи лет в год отпущения в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться при лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь». Смотрите, друзья, читай. Первое появление священникам. «Читай закон сей пред всем Израилем, слух его». А священники во время праздника читают людям Библию. «Собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев, которые будут в жилищах твоих». Следующее, чтобы они слушали. Чтение, слушание. Посмотрите дальше. «Учились». То есть, слушая, люди учатся. Учатся, боятся Господа. И потом посмотрите, чтобы жить. И так очень просто читать, слушать, слушать, чтобы учиться, подчинить свою жизнь и для того, чтобы жить. Друзья, в конечном итоге сама жизнь Израиля зависела от слушания Библии. Представляете? Жизнь Израиля зависела от слушания Библии. Ну, хорошо, друзья, очень коротко и обзорно. А вот последующие главы Ветхого Завета говорят о том, что это было трагическое переживание, друзья. Как мало люди слушали Библию. Как мало... Во многом были виноваты, конечно, священники. Это левиты. Ну, мы с вами даже переходим в следующее поколение после Моисея и Иисуса Навина. Помните, как написано, что это люди не знали Бога? Представьте себе, вот следующее поколение после Иисуса Навина. И вот такой вывод Библии говорит, они не знали Бога. Почему? Потому что левиты не читали Библию. Левиты не читали народом Библию. Во время Илии слово Бога было редко. А помните тот случай из книги царств, да, когда писец, да, вот секретарь царя находит какой-то свиток, друзья, это Библия. Он не узнал, что это Библия. Даже секретарь царя не знал, что такое Библия. Это книги царств, друзья. Ну, когда возвращаются из Вавилона, друзья, вот Библия заканчивается пророком Малахи, который сильно-сильно осуждает священие. Который не читали Библию для людей. То есть люди тоже не знали Библию. Конечно, есть положительный пример. Давайте вспомним Ездру, который посвятил себя изучению Библии, друзья. Как он, помните, читал Библию для людей. Как люди жаждали услышать эту Библию. То есть есть и положительный пример. Для нас с вами сегодня, вот что в общем хотел бы сказать, уже буду заканчивать, друзья. Вот очень хотелось бы вот в то время, когда так много информации, друзья, и когда так много проповедей, чтобы мы с вами вернулись к чтению Библии. Понимаете? Скорее всего, все, что мы с вами знаем сегодня о Боге, оно приходит к нам через слушание проповедей. Не так ли? Столько много вопросов, да, друзья, мы с вами можем ответить, потому что послушали одного или другого проповедника. Братья и сестры, вы знаете, вот я помню, когда мы учились в колледже, вот брат Александр Капутюк, он нас учил, это очень сильно запомнилось, сказал, братья, никогда не называйте проповедь Словом Божьим. Он говорил нам, проповедь это не Слово Божье. Никогда не называйте проповедь Словом Божьим. Проповедь это проповедь, а Слово Божье это Слово Божье. То есть он хотел подчеркнуть, что Библия выше, чем твоя проповедь. Понимаете, друзья? То есть Библия выше, чем моя проповедь. Она должна оставаться высокой для нас с вами. Насколько высоко мы с вами, ну, чтим эту Библию. А читать Библию, друзья, для вершинства человека это праздник. К сожалению, боюсь, братья и сестры, что мы сегодня очень мало ее читаем. Мы сегодня очень мало читаем Библию, хотя возможность у нас огромная. Просто читать Библию, друзья, уже не слушая, может быть, проповеди, а читать Библию. Последний самый пример, друзья, мы с вами будем молиться, вот что Библия может сделать с нами. Есть замечательный пример, это Иона. Вот самый критический момент его жизни, когда он оказался в череве кита. Помните его молитву? Он молится Библией, друзья. Буквально повторяет книги, цитаты из Псалов. Самый критический момент жизни этого человека, друзья, из него выходит Библия. Почему? Он знал эту Библию. Это был человек, который любил Божий закон и читал Божий закон. Вспомните Господа Иисуса Христа. Самый критический момент его жизни, а искушение в пустыне. Что из него выходит, друзья? Из него выходит Библия. Из него выходит Библия. Вот что может сделать с нами Библия. Вот в принципе, какими мы должны быть с вами христианами, чтобы в самые критические моменты, друзья, из нас выходила Библия, чтобы в самый радостный момент нашей жизни из нас выходила Библия, а не может быть слова осуждения, горечи или что-то другого. Пусть Бог благословит нас с вами в этом. Аминь. Приглашаю вас к молитву, к желанию помолиться, пожалуйста, помолитесь.